Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости в студии Карим Даниев и в начале короткий анонс. Унесенные ветром и речь не об известном романе. Подробности через минуту. Проверка огнем. Пожар выявил миллионные кражи при строительстве Кизель-Уртовского роддома. Микроавтобусы многодетным семьям. Кто может рассчитывать на автотранспорт от государства? Расскажем в выпуске. Пропустят Спартакеаду. Почему олимпийские чемпионы не поедут в Казань? Об этом в спортивном блоге. Деньги, унесенные ветром. Житель поселка Ленинкент, подозреваемый в двух кражах, задержан полицейскими. 50-летний мужчина проник в помещение одной из школ Махачкалы, где проводились ремонтные работы, и из кармана одного из рабочих вытащил 35 тысяч рублей. В тот же день злоумышленник украл кошелек хозяйки павильона на одном из столичных рынков. В бумажнике женщины находилось 29 тысяч рублей. Часть украденных денег мужчина успел потратить, остальную сумму, по его словам, унесло ветром. Возбуждено уголовное дело. Как оказалось, ветер уносит не только деньги, но и овец. Однако данный факт опровергает Минсельхоз Дагестана. Отметим, что накануне в социальных сетях получило распространение видео, где якобы в районе Южно-Сухокумска отара мелкого рогатого скота попала в песчаную бурю. Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время все овцы поголовья дагестанских хозяйств выведены с территории земель отгонного животноводства, в том числе Кочубейской зоны. Они находятся на летних пастбищах, то есть в горах. А кадры, распространяемые в сети, отмечают эксперты, сняты, возможно, в предыдущие годы и не на территории Дагестана. Силовики выявили хищение 20 миллионов при строительстве роддома в Кизелюрте. Медицинское учреждение на 120 коек строится с 2008 года. За это время на возведение объекта потрачено около 1 миллиарда рублей. Напомним, что роддом широко обсуждался в республиканских СМИ еще в июне этого года после пожара на объекте. Огонь повредил крышу и фасад. Тогда силовые структуры и заинтересовались качеством проведенных работ. ФСБ республики совместно с МВД по Дагестану установили, что подрядчик завышал объемы выполненных работ и стоимость закупленного оборудования. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. С 1 сентября в дагестанских школах вводится новая должность – советник директора по воспитательной работе. О чем еще говорили участники традиционного августовского совещания педагогов, знает Лориана Шамхалаева. Ей слово. С новыми технологиями в новый учебный год. Достаточно навести смартфон на картинку и летчик Герой Советского Союза Амитхан Султан сам все о себе и расскажет. Невозможное стало возможным благодаря разработке юного программиста из Дагестана, который потратил на это 3 месяца. Так появилась электронная галерея героев. Нам приходит изображение, и каждый этот герой рассказывает о своем последнем бою. Он реально еще никогда проекты не делал. Вот мой первый проект. Эту и другие разработки школьников и студентов увидели участники августовского совещания работников образования. Уже в зале речь зашла об отрасли в целом, а конкретнее о нововведениях. С 1 сентября в дагестанских школах вводится должность советника по воспитательной работе, который будет отвечать в том числе и за патриотизм в ученической среде. Педагоги должны быть ориентированы не только на высокий профессионализм в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, но и выполнять более широкую социально-педагогическую миссию. Именно вы, учителя, влияете на развитие личности и формирование неравновения детей. 93 педагога в этом году поедут работать в села. В рамках программы «Земский учитель» каждый специалист получит миллион рублей. Поговорили и о недоделках. Не во всех образовательных учреждениях успели с капитальным ремонтом к началу учебного года. Тем не менее, более 20 отремонтированных школ откроют свои двери к 1 сентября. До конца года должны быть достроены 30 школ и 44 детсада. В рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в Республике года образования запланировано открытие различных образовательных учреждений, проведение сессий, научно-практических конференций, конкурсов, форумов и соревнований. Большинство мероприятий в соответствии с указанным в плане основных мероприятий по проведению года образования на сегодняшний день уже реализованы. В сентября нам еще предстоит активная работа по проведению оставшихся мероприятий года образования. Нерешенных проблем в отрасли образования все еще достаточно. Это и ликвидация трехсменки, и вопросы заработной платы педагогов. 2022 год объявлен годом образования в Дагестане. Хотелось бы услышать, что именно ждет учителей в отношении их финансов в этом году. Будет что-то новое или нет. Проблема, конечно, состоит в том, как совершенствовать методическую службу в условиях внедрения обновленных ГОСов. В принципе, многое понятно, но есть нюансы, которые нужно будет выяснить в процессе секции, которая сегодня состоится на базе Дюро. Развитие образования – одна из приоритетных задач руководства республики. Об этом говорят и объемы финансирования. В текущем году средств выделено на 22% больше, чем в прошлом. Кроме того, на предстоящий год предусмотрено выделение денег и на федеральном уровне. Но одно дело, как говорится, получить средства, другое – своевременно их освоить. И за это, по мнению профильного министра Бучаева, должны отвечать руководители муниципалитетов. Лариана Шемхалаева, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Малоимущим дагестанским многодетным семьям выделят микроавтобусы. Каждому жителю республики, который воспитывает десятерых и более детей, из регионального бюджета будут выделены средства на приобретение автотранспорта. Главное условие – семья должна быть прописана в Дагестане, а возраст старшего ребенка не должен превышать 23 лет. С условиями и полным перечнем документов, необходимых для получения микроавтобуса, можно ознакомиться на официальном сайте правительства Республики Дагестан в разделе «Постановление». Умный город Махачкала. Мэр столицы Республики Салман Дадаев выступил на седьмом российском интернет-форуме «Рив Кавказ». Городоначальник поделился опытом внедрения интеллектуальной транспортной системы, в том числе Центра управления дорожным движением. Проект был запущен в 2019 году. Тогда на улицах города впервые появились умные светофоры, благодаря чему ускорилось движение на некоторых центральных проспектах. Строительством дорог мы эту проблему не решим. Мы сделали несколько дорог по строю, очевидно, это улица Примакова, которая позволяет там часть транспортного потока сбрасывать с въездной магистрали практически к центру города. Сейчас в республиканские власти идет вопрос строительства северного объезда Махачкалы, для того, чтобы большое количество транзитного транспорта Махачкалы не заезжало. Но, тем не менее, даже строить дороги, это уже доказанный факт, что мы не решим транспортную проблему, проблему загруженности и трафика, необходимо применять другие решения. В 2019 году мы поняли, что нам надо идти по иным решениям, какие-то локальные мероприятия по увеличению пропускной способности в следующей дорожной сети мы начали выполнять. Несколько дорог построили. Но пока имелся запас, в 2020 году мы провели проектирование интеллектуальной транспортной системы для внедрения Махачкалы и в 2020 году ее начали внедрять. И вот с этого момента, как раз это шлема Махачкала, начал рейтинг цифровизации города России. И в следующем году мы сможем внедрить еще и модуль управления дорожными работами, третий модуль эффективности ЭТС, а также транспортного прогнозирования и централизированного информирования. Также в рамках встречи обсуждалась реализация в России и в частности в СКФО постановления правительства, обязывающего оборудовать все транспортные средства, выполняющие перемещение опасных грузов и пассажиров с системами ГЛОНАСС-ГПС. Поделились впечатлениями о Дагестане и Махачкале. Воспитанники Донецкого хореографического ансамбля «Сувенир» участники проекта «Здравствуй, Россия» на протяжении недели гостили в республике. Все эти дни дети жили в семьях, с которыми посещали популярные туристические объекты. Здесь слишком добрые люди. То есть именно ко мне здесь все относятся, вот группа моей мамы на неделю, женщины бизнеса, они ко мне все относились как к родному сыну. То есть действительно неделю назад у меня была одна мама, а теперь у меня их больше 300. У нас была безумно насыщенная программа. Особенно мне понравилось то, что в вашем краю популяризуется активность среди молодежи. То есть очень много разных советов старшеклассников и как бы подростки вовлекаются в деятельность и все хотят чем-то заниматься. И вот мы были на конференции и уже даже дети из восьмых классов понимали, куда они хотят поступать. И на самом деле это очень радует, потому что люди задумываются о своем будущем. Меня очень очаровали горы дагестанские, очень красиво. Также мы посетили Хунзакский район, где это все смогли рассмотреть. Мы побывали на море в Дербенте, нам очень понравилось. Впечатление резко положительное. Мы попали в прекрасную семью Сеидовых. Огромное спасибо Айме и Зареме. Они были нашими гидами по Дагестану. Мы очень рады, что мы смогли посетить как северный Дагестан, так и южный, потому что вроде бы одна республика, но много отличий. В любом случае хороших. Пожелать! До нового учебного года осталось всего ничего. Собрать ребенка в школу всегда было делом затратным, но многие родители так или иначе с этим справлялись. В эти дни в особой поддержке нуждаются дети из ДНР и ЛНР. Многие из них сейчас находятся в пункте временного размещения в Ростове. Свою помощь им оказал и меценат из Дагестана Магомед Гаджимагомедов, который навестил детей и привез все необходимое к первому сентября. Это канцтовары, школьная форма, ученические принадлежности и многое другое. Когда только начали выезжать беженцы в сторону Ростова, только начали, я выехал, мы совместно с Духовным управлением республики Дагестана привезли сюда 4 фуры, мы выгружили Ростов. После этого времени, до сегодняшнего дня, мы отправляем груз, я заезжал несколько раз на территорию. Продукты, обязательно, продуктами. Вот сейчас решили накануне учебного года поддержать наших будущих ученых, будущих ученых, будущих наши, поддержать, чтобы они тоже знали, поняли, что мы их не бросаем. А теперь к новостям спорта. Дагестанский лучник Ахмат Нестуров выиграл золотую медаль чемпионата России по 3D-стрельбе. Соревнования на дистанции 50 метров в категории бесприцельных видов лука прошли в Санкт-Петербурге. Выходец из селения Черкей Буйнахского района Ахмат Нестуров стал первым в классе длинный лук. На пьедестал почета удалось подняться еще одному дагестанцу. Ахмат Кадиев из села Султанян-Ги-Юрт Кизелюртовского района стал третьим в классическом луке. Дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золотую медаль спартакиады в Казани. Дагестанский спортсмен, представляющий Иркутскую область, стал лучшим среди участников в весе до 60 кг. В финале Абдулаев одолел представителя Краснодарского края Аюба Блиева. В этой же весовой категории бронзовая медаль у воспитанника дагестанской школы дзюдо Гамзата Зайрбекова. Олимпийские чемпионы пропустят спартакиаду. Турнир вольников в Казани пройдет без триумфаторов игр в Токио. Об этом журналистам рассказал Дзамбалат Тедеев. По словам главного тренера сборной России Абдурашид Садулаев и Заур Угуев, пока еще не набрали оптимальную спортивную форму. А Зайрбек Седаков заболел перед вылетом в столицу Татарстана. Все олимпийцы тренируются дома. В середине сентября они выступят на гран-при Александра Медведя в Минске. Это все новости на сегодня. С вами был Карим Даниев. Следите за нами в соцсетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.